Шаббат шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодняшняя глава называется Мишпатим. Законы, которые мы можем понять. Есть такие удивительные законы, которые мы должны разъяснить. То есть, написано, дерутся мужчины, и в драке человек не хотел, ударил беременную женщину. Вот так. И она выкинула ребенка. Выбила ребенка, получается. Она пострадала. Ребенок уже понятно, что убит. И суд говорит, что если потребует какую-то сумму выплатить человеку этому, суд скажет так поступить, он обязан выплатить все, что ему назначит суд. Если же случится несчастье, то отдашь душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, ожог за ожог, ушиб за шиб. Вот такая вот ситуация. И как это так? Если человек выбил глаз другому человеку, то тогда, если вырвать у него глаз, и он умрет от этого, получается, взяли жизнь за глаз. И получается, что так не работает. А как это работает? Наши мудрецы говорят, что правильно перевести надо не зуб за зуб, а именно зуб под зуб, глаз под глаз. То есть, это стоимость. Возмещается стоимость. Как определить эту стоимость? Сколько это человеку надо уплатить? Допустим, человек работает преподавателем. И он может дальше преподавать, если повредить ему руку, допустим. Может преподавать, и зарплата у него будет, и, в общем, он не решается полностью работы, ничего. Но, допустим, человек работает плотником. Он уже не может работать. И вот эту разницу суд должен взыскать. Вот такой вот метод. Только жизнь берется за жизнь, если суд это решит. А так за орган только денежное возмещение идет. Вот так. Теперь так. Если случилось, что человек убил своего раба, то написано так, что если после того, как он его побил, и он прожил день или два дня, то не надо наказывать его. Потому что раб его деньги. И никто же не хочет потерять свои деньги. Стоимость раба, которая огромная. То есть мы видим, что Всевышний говорит, если кто будет виновен в том, что его бык убил раба или рабыню, то 30 шекелей серебряных нужно уплатить его хозяину. То есть стоимость огромная. Мы с вами видим, что это за деньги. То есть если пещера Махпелла со всеми деревьями, с полем стоит всего 25 серебряных шекелей, то за раба даже больше 30 шекелей серебряных. То есть огромная сумма. То есть понятно, что человек не хочет свое имущество уничтожить. Так случилось, что он убил. Если бы хотел убить, и он убил сразу, тогда это одно, то он виноват. Если он хотел просто наказать, то он виноват в том, что превысил допустимые возможности. не рассчитал силу. И он пострадал, уже пострадал. То есть суд его за это не наказывает. Вот так. Теперь ситуация с животными. То есть человек вырыл яму и не закрыл ее. И если упадет в нее животное чужое, то он должен платить, возместить стоимость убитого животного хозяину. А туша будет ему принадлежать. Теперь если у человека есть бык и он бодливый, и он бьет других быков, его предупреждали, чтобы он стерег своего быка, привязывал, он должен заботиться об этом, чтобы не найти увечья другому быку. Он не обращал на это внимания. Если в случае его не предупреждали, и бык убьет быка, принадлежащего другому человеку, то он должен возместить ту разницу, которая есть между мертвым быком и живым. Можно продать мертвого быка, если кому это нужно, ну в общем и разницу возместить. Или разделить деньги за убитого быка и за живого быка пополам между ними. Но если его предупреждали, и он его не стерег, и тогда его бык убил другого быка, пусть его предупреждали, то в этом случае человек, который пострадал, забирает полностью живого быка, или стоимость его забирает, а туша будет прижать тому, кто был предупрежден и не стерег своего быка. Вот так. А если это дело обстоит человеком, то есть человек, это всем другое дело. То есть бык бодливый, что он кидался на людей, хозяина предупреждали, а он его не стерег. И так случилось, что он получается убил человека. Вот так. То написано, бык будет побит камнями, а хозяин подлежит смерти. И наши мудрецы говорят, суд ничего ему сделать не может. Подлежит смерти означает, что это небесный суд, что-то с ним произойдет по воле небесного суда. Вот так. То есть определить точно вину с сереган быка, а не серег быка, это непросто. Возможно, он какие-то усилия прилагал к этому. И поэтому все по воле небес происходит. Вот такая ситуация. За убитого раба или рабыню 30 шекелей серебром должен человек возместить. Вот так вот. Мы смотрим опять, рассматриваем ситуацию с раби Шимоном бен Шатахом. У нас можно человека приговорить смертной казни только по показаниям двух свидетелей. И даже если не просто двое видели об этом говорили, так это не работает. Оба свидетеля должны предупреждать человека, который хочет кого-то убить. И тот это понял. И сказал, я все равно понял, все равно убью и убил, только тогда его можно казнить. Вот так. раби Шимон бен Шатах, заменить наш учитель, он увидел, как один человек с ножом гонится за другим человеком. Ну, раби Шимон побежал за ними, хотел остановить. Когда он уже убежал в пещеру, куда эти двое забежали, он видит, один лежит на земле в весь крови, а у того в нож в руках окровавленный. И раби Шимон был судьей. Он сказал, у меня нет права тебя казнить, потому что я один только, кто может о чем-то говорить, кто тебя видел в такой ситуации. И нет второго свидетеля, никто тебя не предупреждал, но все равно все вышли тебя взыщить за это. И не успел раби Шимон бен Шатах выйти из пещеры, как из дары вылезла змея и укусила этого человека убийцу. И он умер. Вот такая ситуация, которая произошла с раби Шимоном бен Шатахом. Обязательно должны быть свидетели. И не просто свидетели, эти люди должны, достойные люди они должны быть. Не просто лишь бы кто. Потому что же свидетелей наказывают особо. Говорит, что человек, который же свидетельствует, то с ним надо сделать то, что он хотел, чтобы сделали с тем человеком, против которого он давал в суде ложные показания. И одна из десяти заповедей говорит, не отзывайся о человеке ложным свидетельством. Вот так. Одна из десяти, это смертельная заповедь. С этим надо очень серьезно относиться к суду и всем нам, чтобы ничего ложного не сказать. Все. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. за поднятие души Берта Бат-Исраэль, Павел Генефим, Субин Герш, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахум, Владир Бен Григорий, Здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен Эсхак, Борис Бен Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перва Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Жей Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим Генестер, Двоя Бат-Миря, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двояра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат-Ита, Фера Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен Надьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен Нина, Ира Бат-Вера, Леон Берт-Клара, Рафаэль Бен Клара, Хада Цепора Бат-Цара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат-Фаина, Ольга, Алексей Бен Ольга, Гая Бат-Вадим, Пармазал Барсас, Гула Ирина Батури, Ароны Рей Бен Ури, Закороший Дух, Ароны Рей Бен Двора, Дизбина Хума и Галь Бат-Цара, Хана Бат-Абрагам, Рафаэль Рей Лей Бен Лариса, Парасай Брюд, Аванам мазал то, что мы в это время не грешили, учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть скоро закончится страшная война. Всего самого наилучшего. Шаббат Шалом.